Всем здарова, дорогие друзья! Сегодня у нас юбилейный 75 выпуск CG новостей, с вами Джон Кармелицен и команда G-Centers. Epic Games анонсировала Antoinette Project, а это авиасимулятор в Unreal Engine. В него входит документ, в котором собраны полезные рекомендации по использованию Unreal Engine, а также учебное пособие с подробной информацией о подключении всего необходимого и непосредственно имитации полета. А еще плагин GSB-SIM, с помощью которого можно будет моделировать полет, разрабатывать автопилоты и обучать нейронные сети пилотированию самолета. Кроме того, пишут, что эти компоненты поддерживают многие типы автомобильных симуляторов. Информации по данной теме пока не так много, кто уже пользовался, отпишитесь в комментариях, интересно услышать ваше мнение. И немного истории. Проект назван в честь первого работающего тренажера для полетов. В 1906 году была создана бочка Антуанетты, с помощью которой пилотам того времени демонстрировали, что они почувствуют, находясь в самолете. И это реальные кадры той бочки. Эпики, молодцы. Еще они выпустили пособие по RIG Logic для лицевого рига в MetaHuman. Разработку ведет компания 3Lateral, чья работа представлена в таких программах, как Hellblade 2 и Spider-Man. За основу взято выражение FAY ACS и RIG VALTODESK MAYA. Хоть это по большей части и технический документ, информация изложена более-менее доступна для всех пользователей MetaHuman. Так что берите на заметку, пригодится. И не забываем, что в мае нас ждет очередная халява на маркетплейсе Unreal. Среди бесплатного контента, первое это ездовые лошади с настроенной анимацией, второе VFX набор Niagara. Всего в коллекции около 96 стилизованных эффектов выстрелов. Третье это полностью настраиваемый комплект подводного мира с водорослями, кораллами, медузками, системой частиц и прочим. Сразу отмечу, что выглядит не совсем реалистично. Если будете использовать, надо будет хорошенечко доработать. Помимо всего прочего, закинули оптимизированный сосновый лес с процедурной системой листвы. А еще представили более 120 модульных зданий в средневековом стиле, которые как раз могут подойти для нашего конкурса Cyberpunk в средневековье. Залетайте к нам в телегу для того, чтобы поучаствовать. Мы обожаем эксперименты и что-то очень-очень необычное. Поэтому делайте то, что давно таилось в вашей извращенной фантазии. Самые интересные и уникальные работы мы разберем вместе с Симоном Чуковым на стриме. А это около 10 работ, плюс те, что успеем дополнительно. Дата сдачи работ 25 мая, возможно, там продлим на несколько дней. За всеми подробностями следите в нашем телеграм-канале, ссылочка в описании. Состоялся релиз Moda 16.0. В обновлении достаточно много изменений в моделировании. Улучшили инструменты Primitive Slice и Slice Effector, которые позволяют еще быстрее выполнить логические моделирования из кривых. Также в обновленной сборке появился новый инструмент Conditional Loop, который дает полный контроль над выделением граней. Кроме того, расширили сам набор инструментов процедурного моделирования. Появился Wrap Effector для быстрой и гибкой деформации мэша. Обновили Intel Denoiser, что снизило время на рендеринг. Внедрили офигенный Auto Set Layer Effect. Он позволяет автоматически определять по названию назначение материала, который накладывается на объект. К тому же разработчики опубликовали предварительный список новых фич, находящихся в разработке для Moda 16.1. Все подробности по ссылочке в описании. Джанго FX представили вторую демонстрацию Liquid Gen. Программа будет использоваться для симуляции жидкостей. До релиза, конечно, еще долго, но разработчики уже вовсю подогревают интерес к новой софтине. Также джанговцы утверждают, что Liquid Gen пока предназначен для небольших симуляций, но это не исключает и масштабных. Обязательно учитывайте тот фактор, что, возможно, дату релиза могут перенести. И чуть позже, на последнем стриме, разработчики анонсировали Sensory Gen. Это будущий инструмент для формирования ландшафта в реальном времени. Конечно, не стоит ждать такого же огромного функционала, как у World Creator или Terogen. Визуально программа имеет интерфейс и рабочий процесс, похожий на EmberGen, так что проблем с освоением не должно возникнуть. Помимо основного предназначения, можно будет создавать симуляции воды и туман. Больше информации пока не дают. Blender 3.2 Официально выпустили в стадию бета-тестирования. Просмотрев все изменения, мы выделили наиболее интересные. Остальное уже смотрите в документации. Там много точечных улучшений. Pose Library, который был в Blender 2.93 и ранее, теперь считается устаревшим. Geometry Notes повысили производительность. В некоторых нодах аж до 6 раз. Вау. Также начиная с этого обновления, Geometry Notes, увы, не имеет обратной совместимости с версиями старее 2.93. В Cycles подключили GPU-рендеринг на AMD для Linux. Настроили Motion Blur для Volumetrica. Также проработали каустику, правда, с большими ограничениями. И еще теперь при импорте рига в FBX система будет правильно группировать модель по костям. Хух, посмотрим. Также в разработке новая система волос. Мы тут наткнулись на одну интересную концепцию дополненной реальности, которая преобразует изображение и создает эффект глубины с помощью 2.5D и 3D. За счет чего картинка должна оживать. Идея, конечно же, не новая, но тут, в отличие от обычного параллакса, идет взаимодействие с изображением. Технология пока не реализована, так как сейчас вы видите всего лишь отреченную линзу, созданную с помощью Snap AR Lins Studio и Blender. Автор контента Ибрагим Бона. Что ж, ждем, когда это можно будет опробовать. В App Store появилось новое приложение Cozy Blanket для ретопологии на iPad. Разработкой, на секундочку, занимается Пабло Добара. В комментариях написали уже там какие-то гадости по поводу этого приложения. Хотя это лид по скульптингу в Blender. И Джон Фонс, разработчик игрового движка Godot. Cozy Blanket позволяет рисовать новую топологию на высокополигональной 3D-шке. Экспорт моделей происходит в формате STL для 3D-печати, а также в OBG. Идет только на iPad и для работы рекомендуется использовать Apple Pencil. Один из участников нашего чата поделился, что система пока не готова к сложным моделям и не всегда корректно работают жесты. Сама установка бесплатная, а вот чтобы открыть доступ к экспорту или сохранению моделек, надо будет заплатить около 90 баксов. Может для такого функционала звучит и дороговато, только вот за эти деньги получаете бессрочную лицензию. Разработчик Blender решил заработать наконец-то. Вышла новая нейронка, которая позволяет менять время суток на фотографиях. Что самое интересное, один из исследователей – научный сотрудник Adobe Research. Так что есть огромная вероятность, что их сервис искусственного интеллекта Sensei обучится у нейронки новым возможностям. Судя по видео, можно будет просто, передвигая ползунок, менять расположение источника света. В том числе при редактировании происходит изменение теней от объектов. Причем в системе не надо жрать кучу фоток одной местности. Все работает на одном образце. К сожалению, код не выбросили в общий доступ, как, собственно, и большинство нейронок. Воспользоваться пока нельзя. Нам закинули забавное приложение Chant Link. В нем живут персонажи, которые улавливают тональность и ритм поступающего звука, а после импровизируют и дополняют ваше пение. Было бы круто, если бы они показывали настроение пользователя. Тогда, может, была бы польза, а так пока что чисто развлечение. Приложение доступно для iPhone и iPad и стоит около 3 долларов. Ссылочка в описании. Джулиан Гаузер, арт-директор студии ILM, основанный Джорджем Лукасом, выпустил генератор лестниц для Blender. Пак основан на Geometry Notes и включает в себя три инструмента. Первый для создания различных вариаций лестниц. Второй позволяет дублировать объект по указанной кривой. Третий это обычный скеттер-объект с применением случайных трансформаций. Также в комплекте идет несколько композиций для тестирования. Аддон подходит для Blender версии 3.1 и новее. Купить можно на Gumroad за 12 баксов. Ссылочка в описании. Marmozet объявила о выпуске Toolbug 0.4. В этом выпуске уделили огромное внимание проработке света и теней. Но сперва обновили техническую часть рендеринга до последней версии DirectX 12, повысив качество трассировки лучей и общую производительность. В частности, пользователи карт AMD Radeon RX теперь имеют доступ к трассировке лучей с аппаратным ускорением. Наконец-то. Пишут, что Nvidia ускорение вышло в 1,3 раз, а на AMD аж в 4 раза мощнее. Кроме этого, подкрутили параметр Death of Field. Теперь совместно с трассировкой лучей он создает высокое качество с более естественными переходами между объектом и областями вне фокуса. К тому же это привело к улучшению результатов рендеринга прозрачных и преломляющих материалов. Также внедрили новый Death of Field Focus, который позволяет установить точку фокусировки на любом мэше. Еще обновили эффект Lens Flare, в результате чего можно контролировать интенсивность бликов так, чтобы воспроизводить реальное взаимодействие со светом. Помимо этого, расширили элементы управления Shadow Catcher. Так что теперь объекты будут улавливать отраженный свет и перестанут висеть в невесомости. И как пишут разработчики, обновленный интерфейс позволяет более плавно и просто работать в программе. А еще они представили долгожданную функцию автосохранения. Объем кэша можно будет выбрать самостоятельно. Ссылочка на все нововведения в описании. Tapas Labs выпустила систему искусственного интеллекта Gigapixel AI 6.0. Программа повышает разрешение и детализацию изображений на заявленные 600 раз. Разработчики пишут, что обычно увеличение изображений изначально низкого качества приводит к появлению нечетких квадратных артефактов, которые визуально ухудшают изображение. Поскольку искусственный интеллект Gigapixel был обучен на обширном наборе данных, он может увеличивать детали изображений при одновременном увеличении разрешения. На примерах технологии выглядит довольно круто. Может пригодиться как и для удаления артефактов, так и для масштабирования текстур для игр. В шестой версии добавили поддержку Apple M1 Silicon. Также можно будет загрузить все файлы для обработки за один раз. Ну и внесли изменения в интерфейс. Чтобы затестить, можно попробовать бесплатную версию. А так полноценная бессрочная лицензия стоит около 100 баксов. Ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр, друзья. Залетайте в наш телеграм-канал для того, чтобы поучаствовать в конкурсе. А также закинуть туда свои классные работки во вдохновение. Познакомиться с классными художниками. Посмотреть и вдохновиться от работ других людей. Также там присутствует чат, где вы можете общаться и делиться какими-то своими знаниями. А также задавать вопросы. Всем спасибо и потяну немножечко время. Чуть-чуть. Вот совсем. Да. Всем пока.